Почему мы поступаем так, как поступаем? Нам очень важно задаться этим вопросом, и ответ на него нам покажет, как, собственно, измениться, как действительно глубоко измениться. Мы поступаем так, как поступаем, потому что мы толкуем действие, толкуем реальность, исходя из своих очков. Каждый из нас является толкователем. Толкователем всего мира, миропорядка, Бога, людей, отношений. Исходя из толкования, мы и поступаем так, как поступаем. Если вы изучали душу по печени, по вопросам сердца, то это буквочка Д, она очень важна. Каждый человек, он истолковывает свои действия, действия других, и находит их справедливыми и правильными, свои действия, как реакцию на определенные ситуации. Если вы не задумывались об этом, не проходили обучение по душу по печени, то просто вы должны заметить, что вы всегда можете объяснить свои действия. Однажды человека ввели в глобалки гипноз, и сказали ему, что как только досчитает до 10, а он сидел в комнате, ему нужно взять и открыть над собой зонтик. Гипнотизер досчитал до 10 человек, вышел из гипноза, взял и открыл зонтик, и сидел с ним. Когда его спросили, почему ты сидишь с зонтиком в комнате, у него были несколько адекватных, как ему указалось, причин, которые объясняли это действие совершенно логически. О чем это говорит? О том, что мы с вами, друзья, можем защищать любые глупые действия, которые мы делаем. От чего зависит вот эта защита, да, как мы защищаем. Представьте себе, что наше сердце окружено двухметровым валом такой оградной стены. Это и есть наши доводы, наша самозащита. А внутри глупое сердце, которое чего-то хочет, чего-то жаждет. Но у этого глупого сердца, жаждущего, всегда найдется огромное-огромное количество доводов, как защитить свою глупость. Что с этим делать? Мне очень нравится фраза профессора по богословию Уэллча. Он говорит о том, что побеждает тот, чье толкование лучше. То есть вы поступаете так, соответственно, тому толкованию, которое для вас считается лучшим. Почему часто люди, например, идут на разные психологические терапии? Потому что там их действия могут им объяснить, истолковать. Объяснить, истолковать. Это крайне важно. Чем лучше объяснит человеку его действия терапевт, тем он ему больше поверит. Мы сами для себя толкуем наши действия, нам толкуют наши действия. Мы все находимся в среде толкователей. Даже больше скажу, что нам всем очень важно толковать правильно то, что с нами происходит. Мы нуждаемся в ком-то, кто бы нам истолковал реальность, действия и факты, и то, что с нами происходит. Это видно откуда? Это видно с бытия первой главы, с бытия третья и дальше главы, где Бог истолковывает реальность. Он говорит, не ешь. Это тебе плохо, не ешь. Пришел сатана и говорит, ешь. И человек думает, окей, есть одно истолкование, есть другое истолкование. Чему мне поверить? Тому, что сердце хочет, жаждет. И он идет к тому истолкователю, который говорит, на самом деле, когда ты съешь, то не умрешь, а станешь как Бог. Ну, вернее, станешь как сатана, да? Дальше, например, мы видим, как Бог водил израильский народ 40 лет по пустыне. Помните, это место, второзаконие, седьмая глава. Народ ропщит, потому что считает, что это все неправильно, несправедливо. А Бог говорит, а я специально тебя водил, чтобы смирить и чтобы показать тебе, что ни единым хлебом живет человек. Но всяким словом, исходящим от Господа. Помните этот отрывок, да? То есть, Божье истолкование очень сильно отличалось от истолкования израильского народа. Вопрос только в том, израильский народ поверит Богу и подчинит своему истолкованию, или верит себе и подчинит своему истолкованию. Соответственно, исходя из комфорта, из жизненных условий, да? Псалом 35, очень интересно говорит о том, Псалом 35, 10 стих говорит, Ибо у тебя источник жизни. Во свете твоему мы видим свет. Во свете Божьем мы действительно видим свет. Немножко раньше он говорит, что беззаконник льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконник свое, чтобы возненавидеть. На самом деле он не хочет этого. То есть, беззаконник, он себя льстит по поводу себя. А Давид говорит, но только в твоем свете мы видим свет. Подумайте, только в свете Божьем мы действительно видим реальность, что есть правильно, а что неправильно. Потому что мы с вами те же самые беззаконники, мы легко себя льстим и обманываем, что наша реальность самая правильная, и поэтому мы можем поступать так, как мы хочем. Очень важно, друзья, учиться самим, только в Божьем свете видеть реальность. В Божьем истолковании, в истолковании писания реальность. Очень многие неврозы, расстройства психологические давно бы ушли, если бы человек действительно принял на себя реальность, которую ему Бог истолковывает. Ну как это, например? Например, нас постигли испытания, очень сложные, очень тяжелые. Истолкователи могут подсказывать нам, это все из-за твоих грехов, или это все из-за маловерия. Но Писание нас учит, что испытания — это часть жизни, через которые мы можем прославлять Бога и отражать Его характер. Например, дети непослушные. «Боже, зачем? Ну как? Ну почему жизнь такая сложная?» Писание говорит, что каждый ребенок, к нему прилеплевается глупость и обязанность родителей воспитывать неустанно, учить Божьему пути. И это абсолютно нормально, что у ребенка нет каких-то определенных навыков, желаний, он бунтует, потому что ребенок перед вами тот же грешник, как и вы. Соответственно, если вы берете на себя вот эту перспективу, это все меняет. Очень важно учить опекаемого жить по слову. Очень важно для душепопечителя и для каждого верующего жить, соответственно, слову, пребывать в Писании, много читать Писание, смотреть на себя, исходя из Писания. Помните, Евреям 4 глава 12 стих, сейчас мы его найдем. Слово Божье, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. И что оно делает, очень важно, да? Судит помышления и намерения сердечные, друзья. Не мы судим свои помышления и намерения сердечные, не кто-то их судит. Но Слово Божье, Бог проникает внутрь сердца, и Он судит помышления и намерения сердечные. Если вы действительно хотите разобраться в себе, если вы действительно хотите кому-то помочь разобраться в себе, очень важно это делать через призму Слова Божьего. Что это значит? Вот вы посмотрели на свою реакцию, выписали свою реакцию на ситуацию и посмотрели через Писание, окей, это вообще нормально? Нет, Писание, например, это осуждает. Окей, что я хочу в своем сердце? Что воюет в моем сердце? Якова, 4 глава. Походи, восстающие на душу, да? Они воюют. И это из вражда против Бога. Совершенно другая перспектива, потому что сейчас в мире есть очень много разных перспектив, да? Толкований мотивов человека. Это очень важно. Важно понять, что мы выбираем не просто между книгами, мы выбираем между толкованием. И какое толкование победит, тому мы и будем следовать. Вот такие у нас сегодня утром размышления. В свете вдвоем мы видим свет. Ключевой отрывок, который помогает действительно нам понять, что только в свете Божьем мы можем действительно увидеть свет.